В интернет просочилась весьма интересная информация о засекреченной американо-российской миссии на луну в результате которой был исследован гигантский инопланетный корабль на борту которого были также обнаружены два внеземных существа одно из которых благодаря неизвестному прозрачному слою который покрывал тело существа неплохо сохранилась в опубликованной информации даже говорится о том что это существо живое и находится в состоянии анабиоза вот кадры облета инопланетного корабля которые находятся на обратной стороне луны к юго-западу от крупного кратера дель порта частично зарывшись в лунный грунт недалеко от него был обнаружен еще один космический корабль но гораздо меньшего размера ну а теперь я расскажу вам обо всем по порядку и покажу сенсационные кадры инопланетного корабля и обнаруженных в нем внеземных существ снятые на видео пленку речь идет об информации о секретных миссиях аполлон 19 и аполлон 20 в ходе которых на луне был обнаружен и исследован инопланетный космический корабль сохранившимися телами пилотов возраст корабля по оценкам специалистов составляет около полутора миллиарда лет официальная история говорит нам что в период с 1961 по 1975 год было запущено 17 миссий из которых 11 были пилотируемыми с аполлон 7 по аполлон 17 за это время было совершено 6 успешных высадок на поверхность луны полеты аполлон 18 19 и 20 были отменены как официально заявили в наса из-за отсутствия новой научной ценности при огромных расходах госбюджета и денег налогоплательщиков и вот в 2007 году итальянский журналист у лукас кантамбурло берет онлайн интервью у некоего уильяма рутледжа который в данное время проживает в руанде этот человек служил ввс сша и утверждает что в 1976 году он был участником секретной миссии аполлон 20 в этом интервью рутледж заявил следующее я работал не на наса она ввс сша в мои обязанности входило изучение зарубежных технологий в основном советских я изучал проект n1 а также новейшие авиационные достижения ссср и однажды руководство ввс предложила мне участие в секретной миссии аполлон 20 отчасти наверное предложили по причине того что я был одним из тех немногих пилотов которые не верили в бога а для астронавта неверия в бога в семидесятых годах имела значение рутледж рассказал о том что в ходе миссии аполлон 15 во время облета луны на ее поверхности был обнаружен и сфотографирован неопознанный объект техногенного происхождения в ходе миссии 16 и 17 было сделано еще несколько фотографий и проведена разведка местности с орбиты задачи миссии 18 и 19 которых официально уже якобы не было толком не ясно рутледж лишь рассказывает что в ходе этих миссий случился ряд проблем в результате которых были потеряны исследовательские данные изначально планировалось высадка рядом с инопланетным кораблем и исследование его с помощью роверов в 1976 году состоялся запуск миссии аполлон 20 состав которые входили уильям рутледж алексей леонов и леона снайдер на вопрос журналиста почему к секретной экспедиции привлекли советский союз рутледж сообщил что без русских выполнить эту миссию было бы гораздо сложнее а то и невозможно тем более оказалось что в ссср уже откуда-то знали о корабле на обратной стороне луны как я понял на юге возле носа этого корабля потерпела крушение советская автоматическая межпланетная станция луна-15 русские обеспечили экспедицию картами и точными диаграммами этой области их центр управления был расположен на урале в городе свердловск рутледж рассказал почему со стороны русских был выбран именно леонов он утверждает что основной причиной была популярность леонова среди коммунистического руководства страны и только на втором месте его участие в совместном российско-американском проекте союз аполлон который состоялся за год до их секретные экспедиции аполлон-20 16 августа 1976 года недалеко от кратера дель порте на темной стороне нашего спутника прилунился космический модуль это была совместная секретная экспедиция ссср и сша под маркировкой аполлон-20 рутледж и леонов отправились кораблю им удалось проникнуть в него оглядеть внутренности объекта и осмотреть тела пилотов вот что рассказал об этом рутледж размеры корабля 3370 на 510 метров возраст оценивается в полтора миллиарда лет внутри множество признаков биологической жизни остатки растительности в двигательном отсеке корабля камни треугольной формы которые источают жидкость желтого цвета обладающую какими-то медицинскими свойствами остатки небольших биологических тел около 10 сантиметров живших в сети стеклянных труб и пронизывающих весь корабль леонов и рутледжи добрались до рубки и нашли там останки пилотов мужчины и женщины тело мужчины сильно разложилась женщина выглядела хорошо посетители сделали вывод что ее сохранности способствовала тонкая пленка неизвестного состава которой было покрыто тело инопланетянки ее рост составлял 1 метр 65 сантиметров существо лежало в рубке без какой-либо одежды гениталии грудь кожи и волосы выглядели вполне по-человечески за исключением пальцев которых было по 6 на каждой руке и ноге к ее пальцам на руках и к лицу тянулись кабели и какие-то рычаги космонавты предположили что женщина была пилотом а все эти устройства присоединенные к ее телу были предназначены для пилотажа они были подключены непосредственно к пальцам глазам и носу космонавты разрезали два кабеля связанные с носом леонов откреплял устройство от глаз сгустки крови или какой-то биожидкости прорвались и заморозились у рта носа и глаз состояние инопланетянки казалось дословно и не мертвая и не живая она находится в особым состоянии сродни анабиозу сообщил рут ледж инопланетянку назвали монолиза кабина управления кораблем была полна надписей и сформирована из длинных полых шестиугольных труб космонавты также обнаружили второе тело судя по всему мужского пола подвергшиеся сильному разложению цвет кожи был синий серый кожи имела некоторые странные детали выше глаз и фронта ремень вокруг головы не имеющий никакой надписи рут ледж с леоновым отключили инопланетянку от обслуживающего устройства голову разложившегося пришельцы и тело его спутницы космонавты принесли на борт своего модуля и и вместе с головой мужчины доставили на землю тело инопланетного существа и сегодня проживает где-то под контролем специалистов уверенно рут ледж он также утверждает что на обратной стороне луны было обнаружено бесчисленное множество разных искусственных сооружений и даже показал видео этих структур вот эти кадры этот город на луне был обозначен как станция один там только одно строение оказалось неповрежденным космонавты назвали его собором они сделали снимки металлических частей где были видны надписи город казался таким же старым как и корабль в конце интервью журналист задал вопрос как рут леджу удалось сохранить эти сверхсекретные видеозаписи астронавт ответил что пленку которую он же самый снимал в миссии аполлон-20 он естественно не сохранял и не мог этого сделать даже при желании ему передали ее после чп которое произошло в центре космических полетов имени годдорда тогда в 2006 году во время пожара в центре необъяснимо куда исчезли 700 коробок с более чем 20 тысячами записей лунной миссии сша в следующем 2007 году мир увидел книгу ричарда хогланда и майкла бара под названием темная миссия секретная история наса в этой книге на основании подлинного фотографического материала когланд и бар фактически уличили наса в сокрытии информации об обнаруженных в 60-х 70-х годах на луне сооружениях неизвестной цивилизации и о проводимых в районе этих объектов работах в ходе миссии аполлон имена людей которые передали ему для публикации видеопленки рут ледж называть отказался миссией секретная история но в Субтитры создавал DimaTorzok